Желающих больше возможностей тоже. Именно так описывают последние тенденции в армейском призыве специалисты Приморского военного комиссариата. Отношение к службе у молодых ребят сегодня изменилось, страхи ушли, а опытные старослужащие называют службу по призыву еще одним классом общего образования. Ребята-призывники, срочники, не участвуют ни в боевых действиях, ни в каких-то решениях глобальных задач. Их главная задача обучиться в военно-учетной специальности и зачислиться в запас и в последующем быть в готовности в любую ноту защитить свою родину, родную землю, родных, близких и так далее. Осенний призыв этого года стартовал 1 октября. До конца 2019-го свои повестки получат порядка 9 тысяч приморцев. Насколько много из них уйдут в армию, можно спрогнозировать, смотря на результаты весеннего призыва. Цифры, надо сказать, интересные. Например, на комиссии с апреля по июль вызвали 8813 человек. Из них всего трое призывников не явились. Войска по итогу отправились 1919 ребят, что полностью отвечало плану. В целом годными к службе, а это две категории А и Б, оказались 74,3% призывников. Это лучший показатель на всем Дальнем Востоке. Среди причин, по которым ребята становились негодными по здоровью, на первом месте находятся болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ. На второй строчке – психические заболевания. И на третьем месте – болезни системы кровообращения. Девять парней по различным причинам перешли на так называемую альтернативную службу. Они ушли на гражданку в краевую психиатрическую больницу, в отделение Почты России, а один призывник попал даже в Мариинский театр. С 2018 года там можно отслужить будущий танцовщиком балета. Уклонисты тоже никуда не делись. 356 парней уже привлечено к административной ответственности. 80 материалов были направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит за то, что он может быть либо оштрафован, либо приговорен к аресту, либо лишению свободы. Там у нас предусматривают такая сумма штрафа до 200 тысяч рублей, или заработная плата осуждена на период до 18 месяцев. Срок ареста от 3 до 6 месяцев. И срок лишения свободы предусматривают до 2 лет. Во время распределения в различные войска учитываются не только здоровье и персональные качества призывников, но и личные пожелания самих ребят. От того, куда направится в итоге человек, зависит, например, цвет формы. Она, по словам начальников военкомата, сделана только из российских материалов. Ее главная задача – согревать армейского в любую погоду. А в сумке у парней вот такой набор из самого необходимого. От перчаток и посуды до сухпайка и набора для гигиены. Индивидуальный набор питания довольно разнообразный и выдается он каждый день. Есть даже сухой спирт для разогрева еды. А понадобится все это годным призывникам уже этой осенью. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Продолжение следует...